РФЦНЕФ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова и покупают конкретный подарок конкретному ребенку. В каждом конверте заветные детские желания, поэтому, когда Дед Мороз и Снегурочка отправляются в детский дом с подарками, они дарят ребятам настоящий праздник, дарят веру в чудо, в то, что желания, если они искренние, всегда исполняются. Акция получила в прошлом году невероятный отклик, и в этом году ее решили повторить. Развертывание этих подарков, снимание этих бантиков, нахождение того, что ты конкретно попросил Деда Мороза, вызывало такие дикие эмоции у детей, что мы поняли, и что эту акцию надо обязательно продолжать. Поэтому в этом году наша елочка снова заполнилась письмами, и очень активно взрослые их разбирают, и готовят опять-таки новогоднюю сказку для наших маленьких подопечных. Сотрудники РФЦ в НЕФ настолько прониклись с желанием подарить детям сказку, что конверты с новогодними посланиями Деду Морозу долго не задерживаются на елке. Их разбирают за считанные дни. В числе первых в молодежную комиссию пришли и сотрудники пресс-службы ядерного центра в НЕФ. Сотрудники пресс-службы РФЦ в НЕФ все девушки, все мы мамы, и не по одному разу. Поэтому знаем, как важно дарить детям сказку, как важно делать праздник для детей. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в такой акции, и надеемся, что наш подарок принесет кому-то счастье. Волшебство творить просто. С елки нужно снять конверт, прочесть желание, а после, конечно же, исполнить его. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу у тебя попросить колонку JBL, теплый плед с новогодним рисунком, и гирлянду длиной полтора метра. Лобанов Николай, 14 лет. Все пожелания Коли Лобанова уже исполнены. Колонку, плед и гирлянду красиво упакуют. И в канун Нового года долгожданный подарок мальчику, как и десяткам других ребят, выручат Дед Мороз и Снегурочка. Активисты молодежной комиссии РФЦ в НЕФ готовят для детей праздничную программу. Это будет большая программа, веселая программа, где детки поучаствуют в праздничных мероприятиях и, соответственно, получат свои призы. Потом мы накроем обязательно для них стол, мы посидим вместе, попьем с ними чай. Это вот все детские дома, мы обязательно все посетим. Писем к Деду Морозу на елочке почти не осталось, но даже если вы не успеете и вам не достанется детский конверт, вы все равно сможете принять участие в благотворительной акции. У нас есть, помимо вот этой акции, еще другие детские дома, где, к сожалению, дети не могут написать письма. Это наша потьма любимая, детки там с проблемами немного другого характера, и поэтому письма они, естественно, написать не могут. Туда мы везем вещи первой необходимости. Это памперсы, это йогурты для кормления тяжелобольных, это как бы всякие возможные вещи, которые с нас просят, именно вещи первой необходимости. Поэтому люди, которые не смогли взять письма, с радостью приняли участие в этой акции и просто сдавали деньги, приносили какие-то вещи. Еще есть время присоединиться к акции. Елочка с письмами стоит в кабинете молодежной комиссии Ирфио Цвнеев в ДК «Авангард». Классическая музыка и живопись в стиле экспрессионизма. В Доме ученых открылись 32-е декабрьские музыкальные вечера в памяти Святослава Рихтера. В этом году концертную программу открывал московский академический камерный оркестр «Музика Вива». Музыканты подготовили для саровчан не только произведения великих композиторов, но и неизвестной широкой публике композиции. История декабрьских музыкальных вечеров берет свое начало в 1986 году. Именно тогда директор Дома ученых Алифтина Ронжина привезла идею этого своеобразного фестиваля из Москвы. С тех пор ежегодно в декабре в Доме ученых собираются ценители прекрасного для знакомства с новыми артистами и их творчеством. На момент декабря этого года у нас уже прошло 139 концертов декабрьских музыкальных вечеров. Это не считая выставок, потому что декабрьские вечера, когда они начинались вот в том виде, как это декабрьские вечера, московские, это было обязательно, кроме концертов, это обязательно были выставки, какие-то перформансы, какие-то представления. За 30 лет на сцене Дома ученых выступили различные творческие коллективы, открывая саровчанам новые грани классической музыки. За эти годы у музыкальных вечеров сложились определенные традиции. Мы обязательно завершаем декабрьские вечера фортепианным концертом, обязательно начинаем с концерта оркестра, обязательно участвуют вокалисты и ансамбли. Специалисты Дома ученых приглашают в Саров именитых музыкантов, а также удивляют зрителей новыми именами в классической музыке. Некоторые коллективы уже стали постоянными участниками декабрьских вечеров. Слышать это приятно от музыканта, который говорил, что в Сарове особенная публика, особенная публика по восприятию, по отдаче, потому что они говорят, что то, что мы даем в зал, мы это чувствуем, мы чувствуем поддержку зала, мы чувствуем дух какой-то особый. В этом году на открытие декабрьских музыкальных вечеров пригласили Московский академический камерный оркестр «Музика Вива». Выбранное вот это словосочетание «Музика Вива», «Живая музыка» как-то очень подошла к нашей деятельности. Мы действительно играем очень много разной музыки. Мы стараемся ее интерпретировать не только опираясь на традиции, но и какое-то живое прочтение, на сиюминутные какие-то идеи. Музыканты исполнили для зрителей сюиты из времен Хольберга Эдварда Грига, малоизвестный для широкой публики концерт для виолончели с оркестром Иоганна Фациуса и второй квартет памяти Чайковского Антона Оренского. Выбор этот был сделан не случайно. С одной стороны, мы хотели сыграть что-то романтическое. Я с удовольствием хотел сыграть Оренского, потому что не так давно мы его играем в таком виде. Я не так давно сделал эту обработку. Я хотел сыграть виолончельный концерт с Фациуса, потому что, как и Оренский, кстати, это здесь никогда не звучало. Одна из особенностей творческого коллектива это исполнение ранее неизвестных произведений и композиторов различных эпох. Мы играем много новой музыки, в смысле забытой музыки. Мы стараемся, когда играем известную музыку, брать какие-то издания. Да и не только издания, просто стараемся читать текст так, как он написан, а не как он дошел иногда до нас в виде каких-то видений редакторов. Для зрителей стал большим открытием концерт для виолончеля с оркестром, малоизвестного для саровского зрителя Аганна Фациуса. Ну, нравится просто изумительно. Вот для меня вот просто сказка. Мне очень понравился Александр Татуродин и его виолончель. Я просто в восторге от него. Ну, мне очень нравится концерт. Я вообще декабрьские вечера люблю. Посещаю их регулярно. На открытии 32-х декабрьских музыкальных вечеров традиционно представили зрителям новую выставку картин. В этот раз в фойе Дома ученых украсили полотна в стиле экспрессионизма нижегородского живописца члена Союза художников России Алексея Гарина. Экспозиция под названием «Праздник жизни» показала островчанам яркую, солнечную Венецию. Развитие традиции русского импрессионизма – это не моя задача. Я просто живу в этом пространстве. И мне нравится. Декабрьские музыкальные вечера продолжаются. В концертной программе будут выступления постоянных гостей Сарова и новых артистов. 8 декабря впервые на сцене Дома ученых выступит камерный ансамбль «Новые трио из Москвы». А 15 декабря вечер вокальной музыки подарят солисты Государственного академического Мариинского театра. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru И в эфире канал «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.